Здравствуйте! Это Суть Дела. Американское Министерство Финансов объявило о снижении объема американских ценных бумаг в портфеле российского правительства. Наша страна по объему вложений в облигации США опустилась с 12 на 22 место. Только за прошедший год, согласно дайном американского казначейства, объем вложений России в облигации США упал более чем на 40%. По состоянию на апрель текущего года Россия располагала государственными ценными бумагами Соединенного Штатов Америки на 66,5 миллиардов долларов против 116,4 миллиардов в апреле 2014 года. С марта по апрель 2015 года мы продали американских государственных ценных бумаг номиналом в 3 миллиарда 400 миллионов долларов. В общей сложности иностранцы держали американский долг на 6 триллионов долларов по сравнению с 6 триллионами и 18 сотами триллионов в марте 2015 года. Основным держателем американского госдолга сегодня является Китай. Ему принадлежат американские ценные бумаги на триллионы 26 сотых долларов. Этот показатель не изменился с прошлого года. На втором месте Япония. Она владеет американскими долговыми обязательствами на триллионы 22 сотых. И у этой страны показатель с прошлого года практически не изменился. Сокращение инвестиций в госдолги США, по мнению экспертов, связано с кризисной ситуацией в российской экономике. Тем более, что в этом году Россия приобретала американские облигации. Так что, по мнению экспертов, здесь не видно никакой критичной составляющей. Пока это больше похоже на переток капитала. Ситуация с нашими золотовалютными резервами тоже выглядит вполне здоровой. Сам по себе объем вложений России в американские госбумаги для США не так уж и велим. Мы и в лучшие времена не входили даже в пятерку крупнейших критичных долларов Америки. Тем более сейчас, когда лимиты финансирования и государственного, и корпоративного долга на Западе были в связи с санкциями резко срезаны. Центральному банку России пришлось весь 2014 год продавать резервы и, соответственно, снижать объемы вложений. Более важно это для самой России. Все 2000-е годы мы, по сути, изымали часть пресловутой нефтяной ренты и размещали ее в госбумаге США и стран Евросоюза. А с учетом того, что почти сразу же правительство и корпорации занимали деньги на том же Западе, но уже под более высокие ставки, вообще образовывался некий лохотрон. Только на разнице процентных платежей мы теряли до 2-3 миллиардов долларов в год. Если учесть, что такая система действовала примерно с 2002 по 2014 годы, то, по мнению экспертов, сумма, уплаченной западным финансистом Дании, получается существенная. По самым скромным оценкам, это около 20 миллиардов долларов. Такова была Кудринская финансовая стратегия. Наиболее крупные сделки по продаже бумаг Центробанк РФ провел в 2014 году на фоне охлаждения отношений с Западом из-за украинского кризиса. Так, в марте прошлого года Банк России сбросил разом бумаг на 25,8 миллиардов долларов, в октябре на 9,9, в декабре еще на 22 миллиарда. Срочно выводить средства ЦБ было необходимо для поддержки курса рубля. В рамках интервенций на валютном рынке регулятор продавал доллары, чтобы сбить панику и удовлетворить повышенный спрос на валюту. Результатом этих сделок стало сокращение доли доллара в российских резервах, которая сопровождалась одновременным ростом доли золота. Центробанк с 2007 года проводит целенаправленную политику пополнения своих запасов драгоценного металла, скупая его у российских производителей за рубли. Фактически эти сделки регулятору ничего не стоят. Они финансируются чистой денежной эмиссией, которая, впрочем, обеспечена золотом. За 7 лет запасы золота в резервах Банка России выросли в 2,7 раза. С 457 тонн на конец первого квартала 2008 года до 1238 тонн на аналогичный период нынешнего года. Особенно активные закупки Центробанк провел в 2014 году после введения санкций и присоединения Крыма. Темпы приобретения драгметалла практически удвоились до 165,5 тонн с 80 тонн в 2013 году. В середине года российский Центробанк закупал по 50-60 тонн золота за квартал. Больше, чем все остальные Центробанки мира вместе взятые. В результате на текущий момент доля золота в резервах ЦБ достигла 13%. А суммарный объем драгоценного металла приблизился к историческому рекорду, зафиксированному в 1935 году. Тогда это было почти 7,5 тысяч тонн. Не исключено, что во времена СССР запасы золота у Газбанка были выше. Однако их объем держался советскими властями втайне. Официальная статистика МВФ зафиксировала лишь то, что после развала Союза на 1993 год у России было 317 тонн золота. В текущем году закупки золота могут продолжить расти. К этому призывают российские золотопромышленники, естественно. В апреле они обратились к Банку России с предложением приобрести все производимое в России золото, это около 240 тонн в год, фактически установив мораторий на его вывоз из страны. Алексея Леонидовича Кудрина постоянно критиковали за размещение наших резервов в США. Теперь ситуация изменилась. Пока, правда, не ясно. То ли просто понадобились средства на поддержание курса рубля, то ли концепция, наконец, изменилась. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!